Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают О главных событиях вторника расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей город. Меня зовут Елена Демидова. Здравствуйте. Итак, погода продолжает преподносить нижегородцам неприятные сюрпризы. От сильного ветра и ледяного дождя страдают не только пешеходы, но и владельцы автомобилей. Сегодня в разных частях города под тяжестью заледеневших веток падали деревья, что обострило и без того сложную дорожную обстановку. На перекрестке улиц Трудовой и Горького упавшее дерево буквально закрыло дорогу, поэтому автомобилистам в час пик пришлось искать другие пути объезда. Под тяжестью веток сломалось и дерево на улице Ковалехинской. Однако самые смелые автомобилисты рискнули проехать под перегнувшимся стволом. Водители предупреждали друг друга об упавших на проезжую часть деревьев с помощью онлайн-сервисов. Некоторым владельцам автомобилей повезло меньше. Деревья упали во дворах домов прямо на их машины. Пострадавшие отмечают, авто были припаркованы на специально выделенных местах. На улице Сергиевской заледеневшими ветками побила дорогой автомобиль. Водитель припаркованной неподалеку машины отпилил часть веток с помощью бензопилы. Позже ему на помощь приехали коммунальщики. К счастью, никто не пострадал. На улице Невзоровых пострадали сразу две машины. Одному автомобилю упавшее дерево помяло багажник и закрыло выезд с парковочного места. Другому повредило переднюю часть и лобовое стекло. На улице Июльских дней дерево тоже повредило два автомобиля. Транспортные средства сильно повреждены. Кстати, упавшее дерево было признано необходимым для спилы. Жильцы соседних домов неоднократно обращались с заявками. Однако ДУК свои обязанности не выполнил. В первую очередь объединим, не важно автомобили ты или сам человек. В первую очередь нужно все правильно оформить. Для того, чтобы правильно оформить, если автомобиль в движении, нужно вызвать сотрудников ГИБДД. Если же автомобиль припаркован, то это не ДТП и вызвать нужно сотрудников полиции. На месте необходимо составить акт осмотра места происшествия. Значит, это сделает сотрудник полиции. После этого, если это участковый, он вынесет постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Срок на проведение проверки 10 дней. После этого необходимо пригласить на экспертизу эксплуатирующую организацию. Она будет установлена в ходе предыдущего этапа. После уведомления о производстве экспертизы проводится сама экспертиза. Она определяет сумму ущерба. И теперь мы установили факт произошедшего, установили объем повреждений, установили сумму в деньгах, ущерба которой причинен, и мы можем уже пойти в суд. Для того, чтобы пойти в суд, нужно обратиться с досудебной претензией. ЧП произошло и на улице Тимирязева. В ветках запутались линии электропередач, а провода, в свою очередь, потянули за собой столб. Сейчас на месте работают коммунальные службы. Напомню, в Нижнем Новгороде объявлено штормовое предупреждение. Управление МЧС просит автомобилистов соблюдать правила безопасности. Не парковать машины вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций и под крышами домов. Возможен сход снега. Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными при движении, избегать опасных маневров и снизить скорость. Коммунальщики в режим повышенной готовности перешли еще вчера, во время снегопада. Минувшей ночью в Нижнем выпала треть месячной нормы осадков. За пределы города вывезли без малого 3000 кубометров снега. И это в начале ноября. Город двигался медленно, что неизбежно при снегопаде. Тем не менее, полной остановки дорожного движения не произошло. На улицы города экстренно вывели более 200 единиц техники. Маршруты их движения координировал диспетчер с помощью GPS-навигации. Таким образом, технику направляли в наиболее проблемные районы. В первую очередь очищали магистрали на горной части, где нет газонов. И отвалы снега могут серьезно затруднять движение автомобилей и пешеходов. В связи с погодными условиями мы работаем, скажем так, в решении повышенной готовности. И пока у нас такая погода будет продолжаться, этот режим повышенной готовности снят не будет. Заранее, за час вышли наши комендированные дорожные машины на просыпку территорий. И все, в основном, в первую очередь просыпаются мосты, подъемы, развязки. И мы обеспечили полностью пропускную способность. Однако многие нижегородцы работой коммунальных служб остались недовольны. Сугробы, оставленные техникой на узких улицах, вызвали транспортный коллапс. К тому же из-за дождя снег начал активно таять. Пройти по улицам из-за луж и сугробов тоже было сложно. Сейчас дорожные службы продолжают уборку улиц. Пока температура воздуха выше нуля, проезжую часть тротуара необходимо расчищать до мокрого асфальта. Это позволит обработать дороги песко-соляной смесью. Климатические качели, свойственные для осенне-зимнего сезона, способствуют образованию накатов и наледей. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до минус четырех уже этой ночью. Неблагоприятные погодные условия в виде снега с дождем и смены температуры сохранятся до конца этой недели. К другим темам. Когда желание самовыражаться доводит до судебной скамье. В Нижнем продолжается суд над четырьмя граффитистами, которые разрисовали трамвай, дуг и здание военкомата. Сегодня состоялось очередное заседание, которое, впрочем, ничего не решило. Хотя по плану в этом вопросе должны были поставить точку и огласить приговор. Наш корреспондент Антон Галеев разбирался, где эта тонкая грань между уличным искусством и вандализмом. Четыре опущенные головы. Глаза молодые люди стараются не показывать. То ли стыдно, то ли просто до сих пор не почувствовали свои вины. Тот случай в трамвайном депо вспоминают до сих пор. Это больше напоминало разбойничий налет. Поваленное дерево на путях, струя из газового баллончика. В лицо вагоновожатой. И вот уже новенький вагон покрывается краской. Сумма ущерба 215 тысяч рублей. Действительно, разрисовали 13-ю электроподстанцию, как была договоренность. То есть, с четырех сторон и со одной стороны вот такую красивую картинку. Пострадавшие требуют деньги оформления фасада и назначения общественных работ. Только один из четверых молодых людей выплатил свою часть ущерба. Остальные же ущерб не возместили и от общественных работ отказываются. Дело топчется на месте. Суд переносится то из-за болезни, то ли из-за отсутствия подсудимых по еще каким-то причинам. Сегодняшнее заседание не стало исключением. Опоздал свидетель, генеральный директор Нижегород-электротранса. И суд вновь перенесли на пятницу. Как говорят уличные художники, существует тонкая грань между стрит-артом и вандализмом. Стрит-арт всегда несет в себе смысл и делается для людей. Вандализм же делается тайно и не несет в себе никакого глубинного смысла. Один из ярких примеров уличного искусства – это дом на улице Нестерова, 35. Сама композиция называется «Память». Посвящена она самому строению и людям, которые здесь жили и живут до сих пор. В стрит-арте есть очень важное отличие от вандализма и от граффити. Он старается не просто навязать конфликт и прийти в общественное пространство, и сделать любое высказание, которое важно для этой субкультуры. Уличные художники ищут возможности коммуникации, диалога с жителями, для того, чтобы их работа, во-первых, осталась дольше в городском пространстве, а во-вторых, она была как-то важна людям, на чем доме появилась эта работа. Артем Филатов – уличный художник, организатор уникального фестиваля стрит-арта «Новый город древний», единственного в России проекта, благодаря которому современные творцы преображают деревянную архитектуру города. Правда, в глазах закона, да и многих людей, уличное искусство и вандализм одно и то же. С точки зрения законодательства практически любая деятельность нелегальная на домах, на строениях, на нежилых каких-то зданиях, она всегда считается вандализмом и порчей имущества. Но, тем не менее, когда нам показывают какую-то надпись, которая непонятна большинству зрителей, и какую-то работу, которую художник делал в течение трех дней с кистями, с краской, с лестницей, нам достаточно будет понятно, что один старался избежать какого-то влияния общения и с жителями этого дома, и с жителями этого квартала, и старался сделать работу фактически для себя. Когда второй, уличный художник, он именно старается как-то адаптироваться и понять, что он не несет вред, а делает все-таки работу, которая сделана для зрителей, для аудитории. А вот это яркий пример того, чем стрит-арт не является. По мнению уличных художников, оба этих рисунка равнозначны, бессмысленны и не рассказывают историю этого дома. Получается, что выразить себя все же можно. Главное, как и в любом виде творчества, найти контакт с людьми. Так, например, один из видов исправительных работ для налетчиков-граффитистов – преображение фасадов под станцией Нижегород-Электротранса. И, судя по рисункам, у молодых людей действительно получается рисовать. Только зачем было страдать трамваю, вагоновожатой, военкомату и Дуку, когда можно было просто предложить свои услуги? На этот вопрос молодым людям придется отвечать уже на полном серьезе во время очередного заседания суда над ними. Антон Галеев, Алексей Корякин, Служба новостей, Город. В Нижнем поменяли схему движения грузового транспорта. После открытия Малитовского моста для грузовиков стали доступны две из четырех переправ. Движение по Канавинскому мосту для больших машин теперь под запретом. Где и как могут ездить грузовики, знает Екатерина Вологина. Тебе слово, Катя. Лена, они могут двигаться по Малитовскому или Мысинскому мосту, но и тут есть определенные ограничения. Спонсор рубрики «Короткой строкой» – компания «Левша». Ремонт любой сложности. Так, по Малитовскому мосту разрешено движение грузовых автомобилей с общей фактической массой не более 24 тонн. Двигаться разрешено только по крайней правой полосе. На Мысинском мосту по всей ширине моста запрещено движение грузовых автомобилей с фактической массой более 10 тонн. Движение грузовых автомобилей с общей фактической массой более 30 тонн разрешено только по второй полосе. Все ограничения сопровождаются соответствующими дорожными знаками. 11 модульных домов культуры построят в районах Нижегородской области по губернаторской программе в 2017 году. Об этом стало известно на торжественной церемонии награждения победителей 3-го областного фестиваля самодеятельных театральных коллективов и художественного слова «Весь мир театр». Его участники с большим удовольствием занимаются творчеством и собираются в будущем развивать свои таланты. Итоги фестиваля в очередной раз доказали, что в Нижегородской области много творческих и талантливых людей, которым нужны условия для самореализации. Очень хочется сделать многое для людей, чтобы они продолжали заниматься творчеством. Сейчас правительство Нижегородской области, губернатор Нижегородской области Валерий Павлович Шансов принял решение строить в деревнях, в поселках, не в райцентрах, не в городах, а именно в поселках и деревнях модульные дома культуры. На будущий год запланировано построить 11 таких домов. Это прорыв, такого нет ни в одном регионе России. Добавлю, что сейчас в регионе работают два модульных типовых ДК в Вальческом и Володарском районах. Нижегородцы присоединятся к чтению романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Всего в проекте «Гугл. Мастер и Маргарита. Я там был» примут участие 500 человек. Каждому достанется определенный отрывок из романа. Следить за проектом можно будет по прямой трансляции на YouTube. У нас читать роман будут в центре современного искусства «Арсенал». Приглашенной гостьей станет актриса Алиса Гребенщикова. Чтения пройдут 11 и 12 ноября. На сегодня это все новости рубрики «Короткой строкой». Не переключайтесь. Далее информация от наших партнеров. Мы прервемся ненадолго. И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Квартира за 180 тысяч рублей в месяц. И это дешевле, чем в столице. В Нижнем тоже есть жилье для богачей. Ваше дело предложить правительство поддержать. Благоустройство города зависит от каждого. Небесные канцелярия знают, что сегодня вы выложите в соцсети. А на вашей машине тоже появилось хрустальное покрытие. В Павлове криминальный авторитет захватил в заложнике семью, а после открыл стрельбу. По словам очевидцев, преступник заложил взрывчатку в многоквартирном доме. Всех жильцов эвакуировали. При проведении спецоперации по освобождению заложников один из полицейских получил огнестрельное ранение в ногу. Сейчас он находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. А сам злоумышленник застрелился. О других криминальных новостях расскажем далее в рубрике «Место происшествия». В Нижегородской области произошла авария. Автомобиль «Мазда» на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. По предварительным данным, автоледи уснула за рулем. Пассажиры и водители автобуса остались живы. Некоторые получили травмы. Водителя «Мазды» госпитализировали. Девушка находится в тяжелом состоянии. На трассе произошла массовая авария. Столкнулись три легковых автомобиля. По предварительным данным, «Лада Калина» выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. От удара «семерку» отбросила в сторону проезжавшей мимо отечественной легковушки. «Лада Калина» и ВАЗ-2107 получили сильные повреждения. У третьего участника ДТП белой легковушки незначительные повреждения. Судьба пострадавших пока неизвестна. В качестве предполагаемых причин аварии называют скользкое дорожное покрытие и плохую видимость. В Сарове на перекрестке улиц Гоголя и Московской произошла авария. Виновником ДТП стал водитель автомобиля ПМВ. Он не прекратил движение перед запрещающим сигналом светофора, в результате чего столкнулся с отечественным легковым автомобилем. От удара машину развернуло и отбросило на трубы теплотрассы. В аварии пострадали водители и пассажир отечественной легковушки. Они госпитализированы с сильными ушибами. В многоквартирном доме, расположенном на улице Бусыгина, затопило подъезд. По словам местных жителей, подобные потопы регулярно случаются после дождей. В воде оказались все этажи с 1 по 9. К счастью, короткого замыкания не произошло. Жильцы дома неоднократно обращались в коммунальные службы с требованием провести ремонт крыши. Однако результатов это пока не принесло. Российским чиновникам поднимут зарплату на 38%. Вот только повышением стоит ждать не раньше 2019 года. Такая информация появилась сегодня днем на федеральных порталах. А уже через несколько минут посыпались опровержения. В аппарате правительства повышение зарплат не ждут. Для сравнения, оклад простых нижегородцев в этом году вырос всего на 6%. Далее в финансовых новостях расскажем, какая цифра в среднем чеке нижегородцев. Спонсор показа финансовой новости – кредитный потребительский кооператив «Центральный сберегательный». В октябре средний чек нижегородцев составит 575 рублей. Так, горожанин при входе в магазин тратит на 5 рублей меньше, чем в сентябре. Лидерами октябрьской продуктовой корзины стали куриное мясо и яйца. Ростелеком будет следить за дорожным движением. Именно эта компания выиграла конкурс на создание центра. Город также ждет модернизацию светофорных объектов и внедрение интеллектуальных транспортных систем. Сумма контракта, предложенная компанией – 15 миллионов рублей. Нижний Новгород занял девятое место в рейтинге самых дорогих квартир. У нас четырехкомнатное жилье с видом на Нижегородский Кремль обойдется в 180 тысяч рублей в месяц. Квартира находится на четвертом этаже шестиэтажного дома на улице Минина. Однако в лидерах Москва арендная плата там доходит до 5 миллионов рублей в месяц. По данным Центробанка, курс доллара на среду 63 рубля 74 копейки. Евро 70 рублей 45 копеек. Цена за баррель нефти марки «Бренд» 46 долларов 55 центов. К другим темам. Сегодня на заседании регионального правительства обсудили результаты работы программы поддержки местных инициатив. Суть проекта заключается в том, что нижегородцы сами определяют наиболее серьезные проблемы, а также решают, какую сумму они готовы собрать самостоятельно. Далее на конкурсной основе выбираются наиболее значимые задачи, которые частично решают за счет бюджетных средств. Хоккейные коробки, фонтаны и даже новые дороги. В этом году тысячи нижегородцев благоустроили свои дворы, улицы и скверы. Так жители Кстова собрали часть средств на обновление облика городского парка. Подали заявку в правительство области и получили одобрение. Результатами проделанной работы остались довольные и кставчане, и представители администрации. По словам экспертов, программа поддержки местных инициатив – один из самых эффективных способов благоустроить поселения и решить наиболее важные проблемы. Глава региона Валерий Шанцев считает, что программу необходимо поддерживать и продолжать усовершенствовать. Если будут проекты суммарно выше 200 миллионов, будем думать о том, как удовлетворить все оставшиеся проекты за счет дополнительных доходов. Ну и твердо сегодня я убежден в этом. И мы, и законодательное собрание. И на 2018, 2019 и последующие годы будем выделять средства для того, чтобы поддерживать проекты местных инициатив. Потому что это хорошее направление – это участие в управлении своими поселениями непосредственно самих жителей. За четыре года количество районов области, участвующих в программах поддержки местных инициатив, увеличилось в 10 раз. Выросло также и финансирование проектов из областного бюджета. Ледяной дождь подарил нижегородцам двойные стекла на авто. Как, на счастье, разбивали ледышки, сегодня не снимал только ленивый. Все, что удивляет горожан и чем они делятся в интернете, расскажем далее в рубрике «Социальные сети». Спонсор рубрики «Социальные сети» – магазин нижнего белья «Анебра». Я выбираю «Анебра». «Анебра» – здесь каждая найдет для себя что-нибудь по вкусу. Приходите. Белинского, 83. Дождь и морозец ночью сделали на машинах дополнительные стекла. Одно стекло опускается, а второе и разбить не жалко. Пытаюсь открыть окно в своей машине. Главное – стекла не перепутать. А в Заволжье рады заснеженным дорогам. Там уже открыли сезон покатушек. Правда, не детских, а экстремальных. С ветерком за машиной. В Арзамасе помечтали о море и солнечном пляже. Такую картину нарисовали из песка. Впечатляющее песочное шоу показали во время ночи искусств. Зрители говорят, что вживую это смотрелось еще лучше. Далее наш традиционный опрос. Мы спросили нижегородцев, что хорошего произошло в их жизни. Какие ответы услышали, поделимся прямо сейчас. Я была в Кисловодске, и я увидела там танцующие фонтаны. Мне очень понравилось. Это просто чудесно. Какие молодцы. Просто роскошно. Все в музыке. Лошадь пили кантаны. Я ездил в Доминкану. Было все очень здорово. Мне понравилось. Да, я ездил в Финляндию. Потом я поехал в Норвегию. Посмотрел на красивую природу. И с полными силами вернулся на работу. За последние полгода я совершил свой первый прыжок с парашютом. Это было самое яркое событие для меня. Вы познакомились, и скоро у нас свадьба. И в конце выпуска о погоде. Юлия Карабасова расскажет, что ждет нас с вами завтра. Юля, тебе слово. Спонсор прогноза погоды – меховая фабрика «Елена Фурс». «Елена Фурс». Лучшие шубы России. В народе 9 ноября наблюдали за природными явлениями. И не на деревьях предвещал мороз. А утренний туман означал скорый оттепель. По прогнозу синоптиков, в среду днем будет пасмурная погода. Без осадков. Температура воздуха составит минус 2 градуса. Вечером сохранится пасмурная погода. Похолодает до минус 4 градусов. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами. И до встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова